В Турции ждут Владимира Путина. О чем с ним хотели бы поговорить в Анкаре? Может ли Эрдоган что-то предложить новое по Украине? Смотрите в этом выпуске. Это программа Королей Пешки, с вами Камран Гасанов. Здравствуйте. Как я уже много раз говорил, украинский кризис приводит не только к территориальным изменениям, но и меняет мировой порядок. Еще вчера мало кем замечаемые Эмираты играют посредническую роль. На встрече в Петербурге Путин поблагодарил своего эмиратского коллегу Мухаммеда Бензаяда за содействие в возврату российских военнопленных. С другой стороны Пакистан, страна, которая традиционно была в орбите британского, а потом и американского влияния. Несмотря на угрозы санкций, Пакистан даже увереннее, чем более мощная Индия, идет на контакт с Россией. Foreign Policy уже не знает, как себе найти место от того факта, что Пакистан хочет на треть своей потребности в нефти покрыть за счет России. Здесь же надо сказать, что сейчас в Петербурге проходит экономический форум, на который съехались представители 130 стран мира. И это Запад именует изоляцией России. Одним словом, все это называется укреплением многополярного мира. Этот тренд мы чувствуем не только по поведению не Запада, но и Запада. Не зря Макрон напрашивается на участие в саммите БРИКС в Южной Африке. И Шольц, и Макрон постепенно меняют свою позицию по Украине. Да, наращивают поставки, но говорят о желании провести диалог с Кремлем. Возможно, не самый убедительный аргумент, но последнее заявление Киссинджера может выступить своеобразным барометром настроений на Западе. В интервью Бумбергу экс-дипломат сказал, что отношения России и Европы должны строиться на консенсусе, и Россию не следует доводить до состояния обиженного бессилия. Имеется в виду, что не надо пытаться прижимать Россию к стенке, ибо это, цитата, приводит к дополнительной напряженности. В этих, осторожно скажу, новых реалиях шансы тех стран, которые действительно хотят урегулирования украинского конфликта, выше. Турция вместе с Белоруссией выступила одним из первых миротворцев. Однако из-за развития ситуации на фронтах усилия Анкары сошли на нет. В прошлом месяце и более раннее время Турция была поглощена своими внутренними проблемами – землетрясениями и выборами. Сейчас наступил относительно порядок. Эрдоган остался и укрепляет свою власть. Значит, на внешней арене он может теперь действовать так же уверенно, как и раньше. Как выяснили источники РИА Новости, визит Владимира Путина в Турцию стоит на повестке. При этом конкретных дат, места и самой повестки встречи с Реджепом Таипом Эрдоганом пока неизвестно. Между Россией и Турцией сейчас еще больше проектов. Как к уют турецкому потоку С-400 прибавилась зерновая сделка, газовый хаб и параллельный импорт. Открывается туристический сезон. Но при всем багаже двухсторонних вопросов, скорее всего, если встреча состоится, украинская тема тоже будет обсуждаться. Уверен, что Эрдоган будет пытаться играть посредническую роль и дальше. План украинского контрнаступления, извините за тавтологию, идет не по плану. И то, что хотят немцы отправить новые патриоты, а другие натовские страны – старые F-16 – лишь подтверждают этот тренд. Позиции Турции по Украине остаются сильными не только потому, что это одна из сильнейших стран НАТО – Черноморья. Не только из-за фактора Босфора, где турки не хотят пропускать натовские корабли. Но и так как сейчас идет обсуждение принятия Украины в Североатлантический альянс. Вряд ли Эрдоган, придающий значение отношениям с Россией, пустит в альянс Украину, если не пускает туда даже Швецию. Но опять-таки гиперболизировать значение Турции в Украине не стоит. Там все-таки воюют 50 стран. Но при определенных обстоятельствах Анкара сохраняет статус главного посредника и миротворца. Если твое мнение отличается от моего, пиши в комментариях. А у меня на этом все. Спасибо всем за внимание. С вами был Камран Гасанов. Продолжение следует...